Привет, зритель! Год начался у меня очень удачно, несмотря на мелкие неприятности. Например, у меня половина еды сегодня в холодильнике сдохла, и пришлось хоть чем-то допитаться. Короче, я сегодня получила очень клевую посылочку, спасибо Наталье. Наталья меня очень выручила. Я в каком-то своём мунбанге, наверное. Это вообще было в почтовом пакете, но я уже достала. Сказала, что я собираюсь покупать восстановленную старую модель айфона, потому что моей новой камере DJI нужен дополнительный экран. Тот телефон, который у меня раздаёт интернет, он вообще принадлежит моей сестре, но и как бы он сейчас есть, сейчас нет, и он глючный. У него экран вообще куда-то гуляет. И Наталья написала мне в ВК, в личные сообщения с тем, что если вот мне подойдёт её старый айфон 5s, то она мне его подарит. И вот это счастье случилось. Вот в такой красивой коробочке. С Новым Годом! Ночная серенада! У нас! Я его уже обновила, установила в приложении DJI Mimo, только ещё не авторизировалась. и даже подзарядила. И даже активировала заново, ну, зарегистрировалась, всё такое. Открываю, но не показываю в камеру, сейчас вот так вот. Так, держать было. Ты прости меня, зритель, я без кольцевой лампы снимаю, я снимаю с настольной лампы, и вот этими четырьмя сверху, почему четырьмя, у меня одна перегорела, я всё никак не ставлю лампочку. Поэтому, может быть, вот тут что-нибудь как-то не так видно, как-то ещё вот так вот. Я сейчас сниму с руки. Смотри, какое замечательное полотенечко. Вообще, я очень люблю полотенечки, которые вот такие вафельные. Полотенечко. Полотенечко приоткрываешь, сейчас, подожди, соображу. Приоткрываешь полотенечко, а там, тадам, телефончик. Так вот, полотенечко. Полотенечко. Сейчас я его достану и потрясу перед тобой зрителя. И сама его посмотрю, потому что я пока что увидела только айфон. Немного его поюзала. А потом я пыталась найти какую-нибудь съедобную еду, чтобы её съесть, потому что суп у меня, оказалось, ещё не сварился. Я при нём забыла, что я его не сварила. Я его сварила. То есть всё, потом смузи поела, потом супа поела, потом вспомнила, что у меня сколько-то пельмешек даже есть, самопальных, и их поела. И вообще я вдруг вспомнила, что мало того, что я как бы и еда-то вся почти откинула копыта, я ещё и с утра-то особо ничего не ела. Как-то у меня так не получилось. Мне там было пипец, забрать посылки, это и ещё там одна. Я общалась с не очень адекватными людьми, аж две штуки, три раза. У меня был какой-то непонятный день вообще. На 50% вау, круто, на 50% челюсть с пола поднимаешь. Короче, тут у нас этот, вау, это заяц. Это у нас заяц. Ну, правильно, вот зайца же. У нас заяц. О, круто. Спасибо. Его даже можно использовать как какую-нибудь покрывашку на стол. У нас тут айфон. Тот самый, который будет дополнительным экранчиком. И проводочек к нему, чтобы зарядиться. Правда, что-то я пока соображала, как его заряжать, и поняла, что он заряжается у меня хорошо только от системника, от хаба. Ну, в общем, вот так, в принципе, удобнее. Там положила рядом, и никакая кошка его ни с кого ездит. Вот он даже засветился. Спасибо огромное, Наташа. У нас тут блокнотик в Санкт-Петербург. Я думала, что Наташа из Питера, но она частичная. Ну, в смысле, в Питере у нее там кто-то есть, но... Наташи были клёвые кадры с Питером. Питер. Я, как бы, на самом деле, очень ровно дышу к Питеру в том плане, что вот у меня есть друзья, которые живут в Питере. У них есть, как бы, квартира здесь, в городе, а есть ещё квартира в Питере. Они, в принципе, в большей части последние несколько лет уже вот практически круглогодично живут в Питере постоянно. Какое-то время они жили то тут, то там. Так вот, я считаю, что Питер – это такой город, куда можно ездить, чисто туристически тусить. Жить я бы там не смогла. Не знаю, может, потому что он большой. А я такой вот это, житель мелкого города. О, тут такая хорошая бумажка, можно порисовать. Я помню, что я давно обещаю порисовать, что у меня уже года три, наверное, как куплен этот мольберт, который я всё никак не обновлю. Я тут разбиралась в одном ящике стола, в смысле не стола, у меня в ящиках, в столе, только на кухне ящик. Теперь. В тумбочке и в двух ещё остался бардак. И в одном из двух есть рамочка, на которой, значит, эта бумажка такая, ну, холст такой, которая шла, а не, я её покупала, кажется, там ещё что-то был, какой-то блокнотик с акварельной бумажкой, бонусом, короче, к этому, к своему мольберту. Я ещё подумала, блин, она такая красивая. С одной стороны, сядешь рисовать, ничего в голову не идёт, и полную фигню нарисуешь, и получится, что испортил такую рамочку с картонкой, да. А с другой стороны, ну, ладно, может, я сяду, включу камеру, буду рисовать, сяду рисовать, и что-то путное выйдет, даже если не совсем путное, ну, мало ли что, так чисто порисовать. Короче, как нельзя выпирать, достать этот мольберт, включить камеру, обновить этот мольберт и порисовать. Хотя, у меня есть эту штучку, можно, ну, как бы, тот, там, ну, чуть побольше, чем вот этот блокнотик, рамочкой, можно просто, допустим, на настольном мольбертике порисовать, или можно на стол просто положить, включить камеру, опустить штатив и порисовать. Короче, люди, попинайте меня, чтобы я что-нибудь порисовала. Хорошая бумажка такая. замечательный блокнотик с пикером. Вот. Вот так ставлю, потому что там камера, в смысле, этот, фонарь блекует. И тут еще полотенечко. Уже с двумя зайцами. Уже с такими ночными и двумя зайцами. Замечательный наборчик. Ой. Я как-нибудь придумаю садиться подальше, чтобы вот так вот на вытянутой руке сидеть, и чтобы это все было видно. Потому что я уже как-то привыкла. Просто была одна зрительница, которая вечно была все плохо видно, и я уже под нее подстраивала. Думала ли, люди смотрят меня с маленьких своих экранчиков, телефончиков. Им хреново видно. Лучше садиться вот так. А другая зрительница сказала подальше садись. Ну вот, как-нибудь я придумаю, как подальше сесть и сяду. Вот. Замечательная коробочка. Полотенечко. Раз, полотенечко, два. Я думаю, блокнотик можно положить уже так куда-нибудь на ближнее место. Это пока пойдет в запасики полотенечек в шкаф. А это у меня будет юзаться с камерой, которую я на днях тебе, зритель, обозрю. Да-да, случилось так, что она у меня уже есть. Я обозрю ее со всеми запчастями, которые я к ней приобретала на ваши донаты. Будет там список того, кто вложился в эту камеру помимо меня. Ну и вместе с этой. Короче, еще за тестики закину. Сделанные с этой камеры. Ну, уже потом буду снимать то на нее, вот на которую сейчас пишу, Соня, то на DJI Osmo Pocket 2. Спасибо, Наташа, очень выручила. И за все остальное тоже было вообще как бы неожиданно приятно. Я так открываю, там коробочка. Открываю коробочку, там полотенечко. Открываю полотенечко, а там телефон, зарядный проводок, блокнотик и еще полотенечко. Всем спасибо за просмотр. Желаю, чтобы ваш год тоже хорошо начался. А если у вас будут какие-то странные непоятные ситуации, неприятные моменты, как вот у меня в некоторые моменты или, допустим, сегодня были 50 на 50, то трите все к носу и ищите положительный момент. Потому что даже в самой плотивной ситуации есть обязательно положительный момент. Хоть какой-то, хоть минимальный. Всем пока!